Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Лауреат Нобелевской премии по физике Жарес Алферов, Владимир Ленин, Гарри Каспаров и Филипп Киркоров. Внимание, вопрос! Что объединяет всех этих людей? Сдаетесь? Ничего страшного я бы тоже в жизни не догадался. Оказывается, все они окончили школу золотой медалью. По-настоящему золотой она была всего 15 лет, с 45 по 60. Тогда отличникам учебы вручали медаль из золота 583-й, пробы диаметром чуть больше 3 см. Потом металл поменяли на тампак. Это такая разновидность латуни. Видимо, посмотрев на очередной выпуск, руководство страны решило, что на всех советских медалистов золото не напасешься. Время неумолимо движется вперед. Меняются границы, появляются и исчезают целые страны. Но некоторые традиции остаются неизменными. Лучших выпускников награждали в царской России. Затем в Советском Союзе, а после того, как и он исчез с карты мира, обычай отмечать тягу к знаниям, упорство и целеустремленность, продолжил жить в каждой стране наследниц могучего СССР. В 2018 году этой честью удостоверились 57 юных соровчан. Именно с их честования в нашем городе и начался выпускной. Эти ребята шли к своей цели на протяжении 11 лет. Исправно выполняли домашние задания, с усердием готовились к контрольным и экзаменам. И в этот вечер они наконец достигли желаемого. Стали обладателями заветной золотой медали. Для всех присутствующих в зале это весомый повод для гордости. Ну, золотая медаль все-таки это определенная доля радости. И радости не только для меня, а для всей моей семьи. Этих ребят знают многие горожане. Они – обладатели грантов города, участники и победители харитоновских чтений, лауреаты областных, всероссийских и международных, творческих и интеллектуальных фестивалей и конкурсов. Александр Толмачев – победитель и призер Олимпиад по математике, экономике, метапредметной олимпиады в рамках проекта школы Росатома. На протяжении 11 лет Саша вел активную научную деятельность. Но для него школа – не просто место, где спрашивают параграфы и задают домашнее задание. Школа дала мне очень многое. Школа научила таким жизненным качествам, как целеустремленность, умение добиваться своих целей, растянуть собой. Я нашел новых друзей. Это довольно нестандартный праздник. Очень грустно попрощаться со школой. Ну и радостно, потому что пойду учиться в университет, узнавать что-то новое. Считается, что выпускной – это праздник одиннадцатиклассников. Но не стоит забывать и о тех, кто на протяжении всех лет поддерживал ребят в их начинаниях, помогал решать сложные задания и больше всех переживал за результаты Олимпиад и выпускных экзаменов. Мы, безусловно, гордимся вами и верим, что в ваших руках будущее нашей страны. Мы знаем точно, что сегодняшний ваш успех зависит не только лично от вас, но, конечно, от любящих вас родителей и ваших учителей. И поэтому какое удовольствие видеть вас сейчас, уважаемые родители, преисполненными гордостью за своих детей. Весь вечер в адрес выпускников звучали теплые слова. Поздравляли ребят не только представители администрации города и ядерного центра, но и родители, и даже сами сверстники. По доброй традиции каждый из медалистов оставлял пожелания выпускникам будущих лет в специальной книге и получал в подарок, кроме медали, благодатственные письма и памятные сувениры. Девушки в нарядных платьях, ребята в строгих и не очень костюмах, шарики в небе и непривычно многолюдная площадь Ленина – все это выпускной, праздник которого с нетерпением ждет весь город. По традиции во взрослую жизнь ребят провожали не только родные и близкие, но и первые лица города, которые желали каждому выпускнику добиться всех поставленных целей и даже большего. За хорошее настроение отвечали творческие коллективы города. А когда небо окрасилось в темной краске, над зданием администрации загремел самый настоящий салют. О том, как в Сарове прошел выпускной, расскажем прямо сейчас. Остались за спиной уроки, домашние задания и экзамены. Для кого-то 11 лет в школе пролетели как один день, для других это был долгий путь к цели и кропотливая работа над собой. Виктория Михайлович с волнением ждала этого момента. В день прощания со школы девушку переполняли самые разные чувства. Ну, немного усталость, но в принципе радость, счастье, что могу сказать. Свобода, наконец-то. От нахлынувших эмоций у выпускников путались мысли. Еще вчера они сидели за школьной партой, а уже завтра перед юношами и девушками откроются дороги в будущее. В этом уверена и Валерия Максимова, которая ставит перед собой новые цели. А дальше новая жизнь, новые люди, знакомые. Это шаг в новую мечту. Сбор выпускников у Дворца детского творчества стал уже доброй традицией. Именно здесь представители ядерного центра вручили будущим студентам целевые направления на обучение. А затем, под рев моторов, торжества переметились на площадь. Колонну выпускников возглавили городские байкеры. С большой сцены с напустленными словами к вчерашним школьникам обратились руководители городской думы и администрации. Именно вам, друзья мои, предстоит развивать наш город. Именно вам создавать все те замечательные разработки, которые есть у госкорпорации «Росатом». Ну и, собственно, двигать дальше и научную мысль. Праздничную программу для зрителей подготовили не только творческие коллективы нашего города. На сцену вышли и сами выпускники, которые исполнили для саровчан кавер-версии известных песен. Самым долгожданным и приятным подарком стал фейерверк, который завершил праздник выпускников на центральной площади города. Не успел Саров отойти от выпускного бала, как на стадионе Икар стартовал День молодежи. В этом году торжества получили название «Фестиваль футбольных болельщиков». Весь день для саровчан работали интерактивные площадки. В подтрибунных помещениях открылась фан-зона. На центральном поле прошли мастер-классы по футболу и конкурс «Семья. Лучшая сборная». Параллельно горожан развлекали музыкальные и исторические площадки. Наши корреспонденты вместе со всеми отмечали День молодежи, который оставил у них море впечатлений. Среди отдыхающих на дне молодежи саровчан заметно выделялись участники саровского котельона в пышных платьях, в раках и перчатках. Повторив основные фигуры вальса, польки, мазурки, активисты молодежного проекта закружили зрителей в танце. Клуб исторической реконструкции «Армир» представил возможность горожанам не только почувствовать себя аристократами на балу, но и ремесленниками, и воинами эпохи Ивана Грозного. Каждый желающий мог подержать в руках мечи, бердыши, мушкеты и примерить стальной шлем. У нас сегодня фехтование на мягком оружии для детей и не очень детей, в общем, всех возрастов. Фотозона, где можно сфотографироваться на троне, с оружием, с любым, да. Выставка оружия. День молодежи на стадионе Икар стал праздником для саровчан всех возрастов. Каждый мог найти себе занятие по интересам. Из зоны исторической реконструкции зрители перемещали в танцевальный сектор, где творческие коллективы города давали мастер-классы по танцам различных стилей. А те, кому хотелось особенных впечатлений от праздника, веселились на фестивале красок. Современные музыкальные хиты, яркая краска и возможность немного похулиганить – вот составляющие хорошего настроения. Ну, то, что весело и интересно было. Все-таки, ну, первый раз сюда пришел, чтобы покидаться красками. Ярко и интересно. Для тех, кому не хотелось активного веселья и праздничной суеты, организаторы приготовили зону настольных игр и отдыха. Такая зона отдыха оказалась очень кстати для маленьких детей, которые могли поиграть не только в подвижные игры, но и просто порисовать и посидеть в мягких креслах. Взрослые могли отдышаться, сыграть с друзьями партию «Маджонг» или «Манчкин». А дети с родителями увлеченно передвигали пластмассовых футболистов, пытаясь забить гол в ворота соперникам. У нас в прошлом году была такая тоже зона настольных игр. Вроде бы отзыв получили хороший, и в этом году решили полностью как бы 4 стола занять под настольные игры. Потому что молодежь хочет. Творческие, танцевальные, спортивные и исторические площадки молодежного праздника стали для соровчан уникальной возможностью попробовать себя в различных направлениях. В футболке белого, синего и красного цвета в руках российский триколор. И пусть эти ребята не волонтеры FIFA, энергетика от них исходит такая же, как если бы они трудились на матчах чемпионата. Аня Соколова решила пойти волонтером на День молодежи не случайно. По ее словам, когда ты становишься не просто зрителем, а неотъемлемым участником праздника, это вызывает бурю эмоций. Просто отдыхать это скучно, хочется помогать людям, звать их на мероприятия. В этом году большинство интерактивных зон и площадок решили посвятить футболу. Все гости праздника смогли принять участие в футбольном боулинге, конкурсе на самый точный гол и забить мега-мяч. Те, кто проводил выходные вместе с близкими, смогли принять участие в конкурсе «Семья – лучшая сборная». Также впервые в нашем городе прошел турнир под названием «Саров молодой». Принимал четыре команды участия. Это команда СПТУ, команда Дуаякса, СРФТИ и команда Атфнефа. Тут кубковая система, то есть игра на вылет. Ну и, конечно, не обошлись стороной и чемпионат мира. Каждый желающий смог на специальных площадках смастерить себе атрибут болельщика. В потрибунных помещениях по традиции работала фан-зона. А в 17.21 час на центральном поле стадиона Икар на большом экране показывали первые матчи 1-8 финала. И, конечно же, какой день молодежи без музыки. В этом году в Саров с концертом приехала Нижегородская группа Чкалов. В их репертуаре множество оригинальных кавер-версий на известные мировые хиты и песни собственного сочинения. Музыкальный коллектив, образовавшийся в середине нулевых, заслужил популярность как в нашей стране, так и за ее пределами. Группа Чкалов не любит рамок и ограничений. Нижегородцы исполняют песню на 12 языках мира, используя в своих выступлениях экзотические инструменты и необычные аранжировки. Нижегородские рокеры из группы Чкалов приехали в Саров за несколько часов до концерта и сразу же отправились на сцену. Саундчек перед выступлением – необходимая процедура для всех коллективов, которые исполняют живую музыку. В программе выступления Чкалова можно услышать как авторские песни, так и совершенно неожиданные звучания известных композиций. Вы знаете, мы любим рок. И, наверное, отличаемся во многом от некоторых других музыкальных коллективов, которые поют кавера, будем об этом говорить в первую очередь, да, тем, что мы не пытаемся умаслить слушателей, а хотим немножко, чтобы их заставить подняться на сыпочки чуть-чуть. Мы начнем с такой более-менее попсы, с общения, с интерактива, а потом жахнем как следует, прямо уже ближе к концу концерта. Группа Чкалов в Сарове не первый раз. Фронтмен коллектива Данила Чирьев бывал в нашем городе еще в составе других проектов. А в 2006-м музыкант со своим нынешним коллективом выступал на Дне молодежи. И вот спустя 12 лет Чкалов снова на Саровской сцене. Среди привычных гитар, клавиш и барабанов на сцене сложно не заметить необычный инструмент, с которым с легкостью управляется солист группы. Это термневокс, первый в истории электромузыкальный инструмент. Перемещая руку внутри электромагнитного поля, который создается антенной, мы слышим изменение тона, изменение ноты. Он, в общем-то, уже вполне запросто, может быть, выставлен на сцену и рок-концерты в том числе. Что мы и делаем. Делают это немногие, а в Нижнем Новгороде вообще никто. Поэтому мы, скажем так, как Валерий Павлович, некий первопроходцы, но он небо покорял, а мы звуки. Яркая и самобытная нижегородская группа названа в честь великого советского летчика Валерия Чекалова. И это неспроста. Музыканты считают себя продолжателями дела Чекалова. В репертуаре группы песни на 12 языках мира, которые они исполняют не только в родной стране, но и на других континентах. Мы представляем свою программу как тревелинг раунд зе ворда, причем не ворды, а ворды, то есть чтобы это было такое путешествие, чтобы было вокруг слова, ну и вокруг мира. Ну а что лучше, чем в наше время, чем некая такая романтика, тоска по небу, тоска по путешествиям, по самолетам, по, не знаю, там, по героизму и так далее. На память о концерте музыканты группы Чекалов подарили зрителям авторские диски с собственными песнями. Героини нашего следующего репортажа решились на небольшой творческий эксперимент, совместив живую музыку с не менее живым танцем. Вдохновившись автобиографической повестью Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», они сменили в названии «Вино на варенье». И под таким названием устроили для саровчан летний акустический концерт. О том, какое оно на вкус, это варенье из одуванчиков, расскажем прямо сейчас. Спасибо жале и морозу, спасибо печенью кроке. Талантливый человек, талантлив во всем. Фотограф, а по совместительству музыкант и исполнитель Дарья Латышева своим примером полностью подтверждает слова немецкого писателя. В перерывах между съемками она спешит на репетиции, а в свободное от работы время подбирает аккорды к новой полюбившейся песне. На предложение принять участие в акустическом концерте посреди книжных стеллажей согласилась, не раздумывая. Эмоции, которые исполнитель получает от общения со зрителем, трудно передать словами. Я сейчас наполнена абсолютно энергией, которую ты отдаешь, люди себя отдают. Ты вступаешь в такой круговорот энергетический, когда себя заряжают. У меня немножечко отдышка. Вот, очень классно все. Солнце встает над руинами, зеленый чай – очевидное и невероятное. Сами названия исполненных на концерте песен передают летнее настроение. Организаторы продумали программу музыкального вечера до самых мелочей. Взрослые зрители смогли погрузиться в мир приятной акустической музыки и глубокой лирики. А дети приняли участие в интерактивных играх. Люди, которые приходили на творческий вечер, уже должны были иметь такое воодушвленное настроение. А после вечера, я думаю, что настроение еще стало выше. Много даже до слез, серьезно. Было очень трогательно. И вообще все это как-то было организовано здорово. Игры, и танцы, и песни. Вот голос у Даши замечательный. Сплетение музыки, хореографии, литературы и прикладного творчества. На создание музыкальной программы Марию Вихареву и Дарью Латышеву вдохновило известное произведение Рея Брэдбери «Виной задуванчиков». На концерте звучали цитаты из этой повести, а также песни известных исполнителей. Репертуар подбирали из собственного музыкального плейлиста. Получился своеобразный женский взгляд на исполнительское и танцевальное искусство. Все получилось так, как мы хотели, даже немножечко лучше. Мы не ожидали, что будет такое количество людей. Мы еще в процессе, как люди подходили, подтаскивали стулья. Вот, атмосфера потрясающая. Все, мы очень рады. Теплую атмосферу на вечере создавала по-домашнему уютные чаепития со сладостями и выставка украшений ручной работы. Быть предпринимателем – это настоящий вызов. Люди, которые занимаются бизнесом, должны не только разбираться в своем деле, но и следить за изменениями законодательства, которые с завидным постоянством преподносят не всегда приятные сюрпризы. С 1 июля вступили в силу новые правила работы с контрольно-кассовой техникой. Они существенно расширили перечень тех, кто теперь в обязательном порядке должен использовать в своей деятельности электронные кассы. Но есть и хорошие новости. Придерживаться новых правил можно не всем. Для кого сделали исключение и на что нужно обратить особое внимание при выборе оборудования, расскажем в следующем репортаже. С 1 февраля 2017 года в нашей стране поэтапно вводится новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой, который предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы через специальных операторов. Работающие в сфере торговли компании и индивидуальные предприниматели стали отправлять налоговой службе данные о каждой совершенной сделке в режиме онлайн еще в июле прошлого года. В этом году список предпринимателей, которые должны освоить новую технику, расширился. Розничная торговля организации переходит с 1 июля, потом общественное питание организации переходит с 1 июля на онлайн-кассы и индивидуальные предприниматели. Если у индивидуальных предпринимателей есть работники, то они должны переходить тоже на онлайн-кассы. Онлайн-кассы имеют ряд своих преимуществ. Если раньше предприниматель вынужден был приносить кассовый аппарат в налоговый орган при ее регистрации для осмотра, ждать 5 дней и при этом заполнять всевозможные формуляры, теперь зарегистрировать кассовый аппарат можно за 10 минут через личный кабинет на сайте ФНС России. А заменить блок фискальной памяти можно самостоятельно один раз в 13 или 36 месяцев. При этом онлайн-касса должна соответствовать определенным требованиям. Корпус, на котором должен быть нанесен заводской номер ККТ, наличие внутри корпуса часов реального времени, наличие принтера для печатных фискальных документов, наличие внутри корпуса фискального накопителя, возможность передавать фискальные данные в фискальный накопитель. Также кассовый чек теперь можно отправлять покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Конечно, есть ряд предпринимателей, которых не коснулись изменения в законе. В своей работе кассы могут не использовать те, кто официально сдает в аренду собственное жилье, создает и продает изделия народных и художественных промыслов, оказывают услуги по ремонту обуви, газетные киоски, кредитные организации и компании, занятые на рынке ценных бумаг, а также кондукторы и предприятия общественного питания в образовательных учреждениях. Опыт и знания важны в любом деле. А когда по работе приходится иметь дело с оружием, учебы и вовсе переходят в разряд жизненно важных дел. К счастью, в нашем городе об этом не забывают. Дважды в год личный состав Саровской дивизии в обязательном порядке проходит плановое учение. Защитникам Отечества не только рассказывают, но и показывают, что может случиться с теми, кто не воспринимает даже заряженные холостыми патронами, но все же боевые автоматы всерьез. И это лишь один пример того, с какой опасностью может столкнуться нерадивый военный. Вот так наглядно военным продемонстрировали силу, казалось бы, безопасного патрона от сигнального пистолета и взрыв пакета, который имитирует разрыв ручной осколочной гранаты. На одной из учебных точек военнослужащим на практике показали, что будет, если не соблюдать требования безопасности при обращении со средствами имитации и холостыми патронами. Первая поверхность у нас будет такая же форма, которая на вас, на мне. Соответственно, увидим, что с ней будет. Как говорится, оружие шуток не любит и ошибок не прощает. Все присутствующие могли убедиться, что холостой пластмассовый патрон оставил заметные повреждения не только на ткани, но и на листе железа и с легкостью пробил фанеру. За два дня таких занятий всему личному составу наглядно покажут и разъяснят, как вести себя в быту, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. Традиционно данный период начинается проведением занятий по морально-психологической подготовке, где ставятся задачи на очередной период, подводятся итоги за первые полугодия. Задачи и цели нового периода обучения военнослужащим довели на торжественном митинге, посвященном открытию летнего этапа обучения. Традиционно с напустленными словами выступили представители ветеранских организаций, духовенства, а также руководители администрации, которые выразили благодарность всем тем, кто охраняет рубежи нашего города. Благодаря вам, сотрудникам института, научным работникам, испытателям, была предоставлена возможность создания и совершенствования ядерного щита нашей страны, образцов новейшего вооружения. Нагрудные знаки, грамоты и ценные подарки вручили прапорщикам и сержантам, которые бдительно несли боевую службу и не допустили проникновения нарушителей на территорию важных государственных объектов и зато. В каждом городе есть свои коварные места, которые каждый год собирают печальные урожаи с ДТП, а иногда и человеческих жизней. В Сарове таким участком стало пересечение проспекта Музруково и улицы строителя Захарова, которая признана аварийно опасным официальным постановлением городской администрации. О том, что не так с этим перекрестком и какие меры будут приняты, чтобы сделать его безопасным, расскажем далее. После открытия моста через реку Сатис на участке пересечения проспекта Музруково с новой улицей строителя Захарова появились новые светофоры и дорожные знаки. Произошли изменения со схемой движения пешеходов через проезжую часть. Все эти новшества неизбежно отразились на системе дорожного движения. По данным госавтоинспекции, на участке пересечения улицы строителя Захарова с проспекта Музруково за год произошло три ДТП с пострадавшими. Это определяющий фактор, чтобы признать участок дороги аварийно опасным. Одной из причин пословствующего совершения данных дорожно-транспортных происшествий является высокий скоростной режим на перекрестке, также при подъездах к данному перекрестку. Неутешительная статистика ДТП на этом отрезке дороги обсуждается как самими автомобилистами, так и теми, кто отвечает за безопасность пешеходов и водителей на дорогах. После мониторинга ситуации было принято решение ограничить скорость движения транспорта на всех подъездах к аварийно-опасному перекрестку. Соответствующие дорожные знаки будут установлены с 1 августа. Дорожная ситуация с открытием ДТП, она, соответственно, заменилась. Пока еще водители не привыкли к дорожной ситуации, существующей, и возникает подобного рода дорожно-транспортное происшествие. Статус аварийно-опасного участка дороги носит временный характер. Если принятые меры дадут положительный результат пересечения проспекта Музруково, и улица строителя Захарова перестанет быть местом частых дорожно-транспортных происшествий. Саровчан приглашают присоединиться к проекту Физра. Участники студии танцев «Кислород», которые и стали инициаторами этого проекта, предлагают еще раз вспомнить, что такое пробежка, разминка, подкачка основных групп мышц, интервальные тренировки, стретчинг и многое другое. Стать участником летней программы по поддержанию хорошей физической формы можно на любом этапе и при любом уровне подготовки. Занятие спортом на свежем воздухе в лучах заходящего солнца, по мнению Ольги Пановой, замечательная идея. Девушка присоединилась к проекту в прошлом году и с нетерпением ждала его продолжения этим летом. Физра на улице – это очень хорошо. Тут как бы комфортно заниматься, много народу, ты не один тут. И это один из поводов выйти на улицу, потому что дома, ну, мало кто занимается дома физрой, а здесь это организовано. Ритмичная музыка, рекомендации тренера и минутные перерывы между упражнениями, чтобы отдышаться и сделать глоток воды. Если раньше человек не дружил со спортом, то час интенсивных тренировок может показаться вечностью. И чтобы не сбежать занятий, нужно правильно распределить нагрузку. Если ты приходишь в первый раз, самое главное – не переусердствовать, иначе потом будет все болеть и не захочется потом идти. То есть лучше начинать постепенно, и тогда тебе все понравится. Самое главное – получить удовольствие от этого. Легкая разминка, чтобы разогреть мышцы, а затем уже работа в быстром темпе. Наклоны, отжимания, прыжки. Все упражнения просты и знакомы всем со школьных уроков физкультуры. Ольга Белошицкая разработала программу тренировок с учетом возрастных и индивидуальных особенностей всех участников. Становимся, рукой тянемся просто в уголок. Тоже, ну, вот в темпе. Для выполнения упражнений не требуется никакого дополнительного инвентаря. Главное – слушать свой организм и помогать ему. Для этого нужно записывать, сколько сделал подходов сегодня, чтобы в следующий раз увеличить нагрузку. Это позволит за три недели тренировок улучшить физическую форму. Вот для чего в школе физкультура? Для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии физическом. Вот мы здесь вместе этим занимаемся. Все. То есть здесь нет цели похудеть или потолстеть, накачаться. Здесь есть цель просто нормально себя чувствовать. Курс тренировок рассчитан на три недели. И если есть желающий присоединиться, то это легко можно сделать на любом этапе. С собой нужно принести коврик и бутылку воды. А главное – желание сделать свою жизнь немного другой и найти в ней место для спорта. В Сарове подвели итоги седьмого тура юбилейного 70-го чемпионата города по футболу. На центральном поле стадиона «Икар» встретились команды «Буревестник» и «Динамо УВД». По итогам игр первое место в турнирной таблице занимает команда «Буревестник». О том, как прошли футбольные баталии, расскажем прямо сейчас. Напряжение чувствовалось с самого начала матча. Борьба за победу развернулась сразу после традиционного приветствия и свистка рефери. Для Александра Емельянова этот чемпионат стал семнадцатым по счету. Молодой человек начал заниматься футболом еще в детстве. В команде «Буревестник» он играет под номером семь. Товарищей связывает давняя крепкая дружба. Именно поэтому их команда сплоченная и собранная. Команда уже такая опытная, можно сказать. То есть все… коллектив уже сформировавшись. То есть играем все вместе давным-давно. То есть опытный коллектив. Все дружим, общаемся между собой. Не только на футбольном поле, но и в ней. Счет открыл «Буревестник», распечатав ворота соперника на 26-й минуте. Спустя еще 10 минут Александр Емельянов укрепил преимущество команды, забив второй мяч. Успешная игра, по мнению Александра, может быть только благодаря поддержке товарищей. Заслуга партнеров. То есть надо спасать им, сказать им спасибо, что создают возможности. Я делаю тоже все возможное, чтобы не подвести их. Страсти кипели как на поле, так и на трибунах. Поболеть за команды на стадион пришли не только мужчины, но и девушки, и дети. У каждого из них в этом матче был свой фаворит. «Динамо ВД». Как вы считаете, есть ли у них шанс выиграть? Ну, если команда соберется, постарается, там могут выиграть. Я думаю, нет, они не выиграют. Мы за «Буревестник». Матч между «Буревестником» и «Динамо ВД» закончился со счетом 7-1. Следующую игру команда «Буревестник» проведет 9 июля в 18 часов против спортсменов из «Терема». А в 20 часов «Динамо ВД» встретится с «Вымпелом». В Сарове прошли соревнования по триатлону. Для тех, кто не знает, этот вид спорта представляет из себя комбинированную гонку, в которой участники последовательно плывут, едут на велосипеде, а оставшуюся часть дистанции пробегают. Городские соревнования по традиции прошли на озере протяжном. С разбега участники ныряют в воду озера протяжного. Цель – как можно быстрее преодолеть дистанцию и максимально оторваться от соперников. На другом берегу спортсменов уже ждет подготовленный к заезду велосипед и отрезок длиной в 20 километров. О последующем кроте на 5 километров спортсмены стараются не думать. Триатлон – спорт не для всех, и на подобных соревнованиях случайных участников не бывает. В основном участники все одни и те же, новых практически не бывает. Но это сложно, здесь надо и плыть, и бежать, и на велосипеде. Не все могут себе это позволить, и велосипеды хорошие. Триатлон пользуется особенной популярностью у лыжников и даже входит в летний набор тренировок спортсменов. Наталья Бурцева в триатлон пришла как раз из этого зимнего вида спорта. Ее цель – заработать награду и, конечно же, получить удовольствие от самого процесса. Это весело, интересно, посмотреть, на что ты готов, на что готовы другие люди. Ну и вообще, такой вид спорта. У нас только одно соревнование в СССР проводится. Конкуренция у девушек на этих соревнованиях минимальная. В этом году заявок от слабого пола пришло всего две. Но для Натальи это не имеет никакого значения. Даже если спортивной борьбы с соперницей не получится, всегда можно поставить цель – улучшить свое собственное время. Честно говоря, в этом году особо не готовилась, только бег тренировал. А так, в принципе, в прошлые годы велосипед катаешься, в бассейн ходишь, плаваешь. Свою преследовательницу Натальи после старта так и ни разу не увидел за спиной. Дистанцию преодолела с улыбкой и желанием в следующем году подтянуть плавание и улучшить результат. И, может быть, даже установить новый рекорд города в этом виде спорта. А между делом подходит к концу чемпионат мира по футболу. В подготовке этого праздника были задействованы самые разные специалисты. Но большинство организационной работы взяли на себя волонтеры – люди с активной жизненной позицией. Среди тех, кто оказался причастным к главному футбольному событию, были и соровчане. Стадион Мордовия-Арена спроектирован и построен специально для чемпионата мира по футболу и вмещает почти 45 тысяч зрителей. В основу внешнего вида стадиона легло изображение солнца – главного символа древних мифов и легенд мордовского народа. Побывать на одном из стадионов в Мундиале посчастливилась соровчанке Дарьей Турсуновой. Она стала волонтером главного мирового спортивного события этого года. Немного кто смог бы работать за идею. Я смогла и я не пожалела, потому что, во-первых, это великолепные эмоции, это возможность увидеть людей из других стран. Даша вместе с другими волонтерами, попавшими в категорию сервисы для зрителей, находилась на гейтах или в чаше стадиона и направляла болельщиков на нужный сектор спортивной арены. Волонтерам приходилось зачастую преодолевать языковой барьер и отвечать на все вопросы и просьбы иностранных гостей. Волонтеры все абсолютно носили значки с буковкой «Ай» по-английски. То есть он означал, что вы знаете все, и то есть к вам люди могут подойти, и вы ответите на их любой вопрос. Как нам говорили, волонтер не знает слово «не знаю». Перед чемпионатом волонтеры прошли обучение, которое состояло из теоретической и практической частей. Вторую проводили на самом объекте. Ребят знакомили с инфраструктурой стадиона и учили правилам поведения в конкретных ситуациях. По словам Даши, весь причастный к организации персонал получал огромное удовольствие от общения с иностранными болельщиками. Иностранцы – они очень открытые люди. Также попадались и те, которые пытались немного пофлиртовать. И попадались те, когда я просила снять очки, они их снимали. Вот так, на лоб. И говорили, ты хочешь посмотреть на мои красивые глаза? Волонтеру Дарье Турсунову удалось поработать на всех четырех матчах, которые проходили на стадионе в Саранске. За время проведения игр девушка познакомилась с болельщиками из Перу, Колумбии, Японии, Ирана и Португалии. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю. Надеюсь, она будет интересной.